Всем доброго времени суток! Сегодня мне хотелось бы рассказать об одном раскладе, который вызвал интерес среди подписчиков в соцсетях. Мне пишут, спрашивают про данный расклад, который я использую для тестирования денежного отношения человека, то есть отношения к денежкам и отношения денег к человеку. Расклад интересный. Расклад могу сразу сказать, что взяла на вооружение у Сергея Савченко, таролога. Мне очень нравится этот расклад, он достаточно информативный. Более того, он при неблагоприятном стечении обстоятельств, проявляющемся в данном раскладе, может сказать нам, как скорректировать поведение свое и отношение к деньгам, чтобы в конечном итоге их в вашей жизни стало больше. Ну, здесь основные пять позиций. Четыре позиции из этого расклада говорят о том, что вы ощущаете к доходам, к прибыли, любите ли вы деньги, как вы к ним относитесь и так далее. А вот пятая позиция, она говорит именно о том, как деньги относятся к вам. И мы смотрим по позициям. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Сейчас я буду пояснять. По первой позиции мы смотрим, какие эмоции вы испытываете и вообще испытываете ли вы эмоции к деньгам. То есть, что вы чувствуете? Считаете ли вы деньги злом? Или наоборот, вы рады им, когда они появляются? Или вы достаточно безэмоционально к ним относитесь? Вторая позиция, это что вы думаете о том, что такое деньги? Опять же, это именно ваша ментальность, ваши мысли и ваше сознательное отношение, контролируемое разумом. Третья позиция, это отношение к тратам. То есть, как вы на практике распоряжаетесь деньгами. И четвертая позиция, это духовность. То есть, способны ли вы свои деньги тратить на других людей, не только на себя, насколько эгоистичны ваши траты? Ну и вот это вот самая пятая позиция, которая говорит нам о том, как деньги относятся к вам. Здесь мы можем, конечно, выкладывать уточняющие карты. Сразу могу сказать, что в данном раскладе я не буду упоминать имя человека, для которого он делается, но могу сказать, что это друг, хороший друг мой, для которого этот расклад им сделан мною. Мы смотрим первую карту. Это эмоции, то есть, насколько составляют чувства, что говорят чувства к деньгам. И вот тут мы как раз таким видим по данной карте безэмоциональное отношение. У нас выпадает мечевая карта, тем более сильная, король мечей, которая говорит нам о том, что эмоции человек именно к деньгам не испытывает. Он абсолютно холодно, трезво оценивает ситуацию с материальным положением, и он абсолютно сознательно может принимать любые решения. То есть, здесь нет ярко выраженных чувств, то есть, там, собирательство в копилочку, и денежки мои, деньжатки, там сидеть их пересчитывать, он, скорее всего, не будет. То есть, это достаточно властное и холодное отношение. Что думает? Какова ментальность? То есть, какое место на уровне сознания деньги занимают в его жизни? И вот тут нам попадается карта, тоже холодная карта, тоже мечевая карта. Рыцарь мечей. То есть, что касается мыслей, тут можно сказать, что человек может тщательно обдумывать, но очень быстро, какие-то планы денежные, планы по заработку, то есть, они моментально могут в голове как-то возникать, и человек абсолютно сознательно, абсолютно холодно может все, допустим, свои траты, скажем так, сесть буквально и набросать вам бухгалтерский такой вот расчет моментально. Иногда где-то могут быть скоропалительные решения, конечно, по тратам или по заработку денег, но это, опять же, отношение мысли холодное. Это не отрицательное отношение, это трезвый взгляд, но иногда несколько торопливые решения по поводу денег. Как человек деньги тратит? И вот тут мы видим карту рыцаря монет, причем, посмотрите, у нас король, два рыцаря уже выпадает, и ни одной кубковой карты пока на сегодняшний момент мы не видим. По рыцарю монет можно сказать, что этот человек всегда старается учесть не только свою выгоду от этих трат и не только на себя деньги потратить, то есть, даже мы четвертый вопрос не затрагиваем пока, духовность этих трат. Мы смотрим пока отношение к вашим финансам, когда вы их тратите, как вы их можете потратить. И вот тут мы видим карту, которая может говорить о том, что человек может оказать помощь, что он в основном тратит на других, а не на себя. Скажем так, вам самому не так много надо, в основном вы тратите на окружающих по этой карте. Ну, естественно, мы следующую позицию поднимаем и смотрим духовность. Может ли человек оказать какую-то помощь окружающим, помочь не на себя эти деньги потратить? Это ответ да. Но прежде всего этот человек поможет тем, кто ему близок. То есть, это не такое оголтелое какое-то раздание, раздавание милостыни, или не просто, знаете, вот помощь налево и направо, кому попало, лишь бы помочь. Нет. Это помощь узкому кругу людей, для тех, кто свои. И прежде всего для своей семьи, для своей второй половины, для того, что находится у него в доме. То есть, главные, кому он может помогать, это те люди, животные, ну и различные существа, которые обитают в вашем царстве. То есть, там, где вы живете, вы сделаете все для своих, все, что возможно. Ну и пятая позиция. Мы сейчас посмотрим, как деньги относятся к вам. По данной карте, ну карта, конечно, вот смотрите, вообще получается интересная по этому. Раскладу ситуации. Как вы эмоционально относитесь? Эмоций, как таковых, к деньгам нет. Ментальность и обдумывание тоже холодная, абсолютно безэмоциональные мысли, сознательное, четкое, ясное отношение с некоторой торопливостью иногда. Траты мы помогаем окружающим, прежде всего по духовности, своим, тем, кто рядом с тобой в доме, а потом уже всем, кто стоит в очереди дальше. И отношения денег. Вот тут давайте мы все-таки достанем еще одну карту, уточняющую, и посмотрим на создавшуюся картину. Ну, вы знаете, деньги относятся достаточно странно к человеку. Есть такая, знаете, шутливая поговорка, то деньги начинают заканчиваться, то заканчивают начинаться. Найдите два отличия в этих утверждениях. Так вот, можно сказать, что деньги готовы приходить. И деньги приходят иногда. И деньги могут приходить даже крупными суммами. Но эти деньги тут же человеком могут быть потрачены по своему усмотрению. И такое ощущение, что деньги, идя к вам, сразу знают, что их потратят. То есть, как только мы приходим, вас не будет. То есть, они знают, что их судьба предрешена, как только они к вам попадают. Потому что вы можете распределять деньги, и вы можете на какие-то целевые траты откладывать. И можно сказать, что деньги не всегда охотно попадают к вам. То есть, все, что вы получаете, нет такого, знаете, денежного дождя какого-то. Вам приходится за ними колесница выпадает. Вам приходится за ними ездить. Им приходится к вам в дорогах приходить, приезжать, как будто бы. И по вот этой карте, карта не самая благоприятная, но она в сочетании с другими мечами в этом раскладе у нас выпадает. Очень интересно. Она именно нам говорит, это десятка мечей, о том, что вы можете победить сложности, которые связаны с деньгами. Кстати, по этой карте мы делаем на полгода-год этот расклад, не более. Ну, моя такая позиция по данному раскладу. Почему я уже неоднократно объясняла, почему нет смысла делать расклады на какие-то вот такие ситуации, доля чем на полгода. Сейчас можно сказать, что ситуация с деньгами в вашей жизни может начать меняться. Каким образом? Она будет улучшаться. То есть, вот тот период, который у вас был, он у вас заканчивается сейчас. И у вас может начаться тот период времени, когда деньги будут к вам приходить. Они будут к вам ехать на колеснице с победой. То есть, у вас улучшится материальное положение в ближайшие полгода год. Это по данному сочетанию карт можно сказать. То есть, отношение денег к вам прошлое, оно как будто бы заканчивается. Сейчас подводятся итоги, и начинается новая эра денег в вашей жизни. Так что, казалось бы, на первый взгляд неблагоприятная карта при пояснении нам дает вот такое вот интересное развитие событий. Ну, еще одна бонусная карта. Давайте сделаем карту совет. Как себя нужно вести? Что нужно в себе поменять, в какой сфере, для того, чтобы деньги шли к вам с большей охотой? И вот он совет карт. И карты вам говорят, научитесь копить. То есть, то, что к вам попадает, мы смотрим на позицию номер два. Это ментальность, именно мысленное определение, распределение отношения к деньгам сознательное. Вас карты при вот этом сочетании призывают, не принимая скоропалительных решений по тратам денег, начать копить. То есть, умейте откладывать. Эти карты означают иногда хранение денег под подушкой или заведение вклада в банки. Сейчас особо высоких процентов нет нигде, но тем не менее, такой накопительный счет, который, самая главная черта этого счета, может пополняться. То есть, он будет не только хранить, но вы еще сможете его пополнять. Поэтому, пожалуйста, уважаемый друг, товарищ и брат, которому я сейчас гадаю, уважаемый, открывай счет и хотя бы понемногу, хотя бы тысячу рублей, две тысячи рублей, начинай складывать туда и деньги накапливаться будут, потому что они к тебе пойдут. Еще раз немножечко по позициям расклада. Я расскажу. Первая позиция это эмоции, как эмоционально вы относитесь к деньгам. Вторая позиция это то, что вы о них думаете на сознательном уровне, пытаясь отгородиться от эмоций. Отношение к тратам, то есть, каким образом вы тратите, это спонтанные какие-то траты, это траты по предварительному решению, это траты неосознанные, вы шапоголик или нет и прочее. Вот эта позиция третья нам может сказать. И четвертая позиция это духовность, то есть, насколько вы готовы поделиться тем, что у вас есть и с кем поделиться. И отношение денег к вам. То есть, изначально неблагоприятный расклад у нас, как видите, переходит в новую эру, когда вы даже можете начинать копить. Я надеюсь, что этот расклад был интересен и коллегам, и тем, кто просто для себя дома начинает гадать или гадает свою жизненную ситуацию, пытаясь поправить. Вообще, расклад достаточно информативный, расклад хороший, расклад показывает не только ваше отношение к деньгам, но и отношение денег к вам. И, конечно, можно доставать дополнительные карты, которые будут давать совет, как поступать для того, чтобы ситуация денежная в вашей жизни улучшалась. Я всем желаю прибыли, я всем желаю благополучия и благодетствия. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. Ну, и, конечно, кого заинтересовал данный расклад, вы можете писать в комментариях, может быть, кто-то им пользуется. Отдельное спасибо еще раз хочу сказать Сергею Савченко, у которого я подсмотрела этот расклад. Я с его разрешения сегодня делаю этот обзор. Всем удачи и до встречи. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok